Это агитация и пропаганда. Нас не интересуют голые факты, нас интересуют причины и следствия. Правда всегда одна. Здравствуйте! Все, наши родители тоже счастливы. А потом, конечно, есть чуть-чуть агитация, как нервиоза. Веселым перком, да за свадебку. Трудно представить себе событие до такой степени, дискредитировавшее бы существующий порядок вещей, заставившее бы многих ранее равнодушных людей воскликнуть. Что здесь происходит? Где я? Спокойствие, только спокойствие. Вы в России матушки, только не в 21 году 21 века, а где-то посередине, между эпохами. Зависла программа, вытолкнув на сцену и перемешав на ней персонажей 12 стульев короны Российской империи Ивана Васильевича и свадьбы в Малиновке. Это же вот сам факт того, что такое большое количество представителей царствующих семей Европы сегодня присутствовали на этом мероприятии, как раз таки и является факт подтверждения того, кто есть кто в Российском императорском доме. Остальные люди, кто с этим могут не согласиться, делайте выводы сами. Господин замуждение, это все бумаги. Это все фальшивые. Настоящий наследник престола. Беда лишь в том, что это, к сожалению, не кино, а все по-настоящему. И у нас с вами нет способа проснуться, как Шурик, дернуть за рычаг фантастической машины, чтобы вернуть реальность, где люди не делятся на холопов и господ. Делятся? Теперь делятся еще как. И господа на этой неделе, никого не стесняясь, венчали себя на царство. Для чего был арендован и закрыт для посещения туристами Исаакиевский собор, а потом с подачи Минкульта, Дом ученых и Константиновский дворец. Для этой цели Министерство иностранных дел, сбившись с ног, раздавало королевским отпрыском со всей Европы разрешение на въезд. Надо полагать, все заграничные монархи вакцинированы спутником, либо сдали ПЦР-тесты. Но самое интересное, это, конечно, присутствие на торжествах роты почетного караула Западного военного округа. Почетный караул, вроде бы не гороховые шуты по найму. Санкцию на их сдачу в аренду брачующимся помазанникам должно было давать военное начальство. Ну, то самое начальство, которое проводит учения «Запад-2021», а в случае столкновения со странами НАТО, откуда, кстати, и прибыли высокопоставленные гости, должно начать всеобщую мобилизацию. Среди вас. На днях, во время голосования, когда в руках у министра обороны появился вот такой незатейливый паспорт, охранительская наша улица кричала, дескать, это шутка, че придираетесь? А вот почетный караул у Исаакия, это тоже шутка? Хорошо, что над этим смеются ведущие принадлежащего Министерства обороны телеканала «Звезда». Георгий Михайлович, поясняют нам, родился в Мадриде и почти всю жизнь провел в Европе, но с 2017 года обосновался в России. Корни, видимо, заговорили какие-то все-таки. Ради брака его супруга, она живет в нашей стране, с 2019 года приняла православие. Подобные торжества в России не проходили 120 лет, пишут журналисты. Из-за одного там режима серпами и молотами, может быть, вы слышали. Как-то интересно, да? Видимо, во всем винят коммунистов и Советский Союз. Ну вот что-то же заставило этот самый телеканал «Звезда», принадлежащий еще раз Министерству обороны, направить к Исаакиевскому собору не только почетный караул, но и корреспондента. Вот он один из самых важных и красивых моментов всей церемонии. Новобрачные спускаются по ступеням Исаакиевского собора, их встречает рота почетного караула. Это первое венчание потомков династии Романовых на территории России за 120 лет. Тут чудесно и примечательно все. Говорящие головы из Кремля и телевизора попытались события не заметить. Дескать, проходная история, рутина, не стоит беспокоиться, не царское дело, хотя формально вроде бы и царское. У Кремля нет мнения никакого по этому поводу. Мы не считаем это своим вопросом, сказал Песков в ответ на вопрос, каково мнение Кремля насчет предстоящего венчания. В Москве и в Санкт-Петербурге и в других городах России ежедневно проходит много свадеб. Мы всегда желаем счастья молодоженам, добавил Песков. Ну да, обычная, обычная повседневная питерская свадьба. Со стандартным в таких случаях митрополитом, стандартной нарусовый Собчак при входе, типичнейшим списком гостей с олигархами, официальными лицами, с богемой. Абсолютно заурядной, ну как вот у вас всегда бывает, сметой расходов. У Кремля нет мнения. Тут как-то само собой вспоминается интервью супруги господина Пескова гламурному журналу Татлер. В нем она ласково называет мужа белогвардейцем. У него голубая кровь, такое врожденное благородство. Я поначалу даже стеснялась, что он со мной, но вдруг спросила себя, как я могла сразу не разглядеть этого человека. Вот это ностальгия по утраченной элитарности, по отделению голубокровных себя от косорылого быдла. Эта ностальгия сквозит, конечно, во всем, что делает власть. Вот гость мероприятия, официальный представитель МИДа, давно грозящий нашему YouTube-каналу божьими карами, оскорбилась из-за рассуждения петрозаводского коммуниста Степанова. Степанов написал, что, глядя на весь этот омерзительный цирк, многие в нашей стране могут начать понимать логику Юровского и уральских рабочих, потребовавших расправы над Романовыми в 1918 году. Памятник всемирного значения, он же не для церковных таинств должен использоваться, да? Напомните, зачем мы когда строили памятник всемирного значения в виде Исаакиевского собора? Вот склад бы там еще сделать или спортклуб, по логике Шарикова и перепостившего его Швондера. А венчание, видимо, надо отменять, хотя они регулярно там идут, записывайся в очередь и венчайся. И люди венчаются разные. Но раз Константину Семину и Александру Степанову все это не нравится, так и остальным нечего. Вот она, настоящая свобода для рабов. Шариковы, Швондеры – это мы, а они – Преображенские и Барментали. Правильно, никакой свободы рабам. Есть кому позаботиться об этом. Еще не все потеряно, коршуны мои. За вашего атамана Грициана Таврического! Ура! За нашу победу! Ура! Смотрите, еще совпадение. Аккурат к проходному заурядному венчанию целый Следственный комитет Бастрыкина выпускает секретные материалы. Накануне громкого события этого года – венчание великого князя Романова и дочери дипломата Ребекки Бетторини в Петербурге – Следственный комитет России на своем сайте опубликовал первый том книги о расстреле царской семьи и их приближенных. СКР в анонсе сообщил, что в издании собраны уникальные материалы следствия и исторические документы. События вековой давности впервые представлены в трехтомном издании, основанном строго на документальных свидетельствах и достоверных архивных источниках. В хронологической последовательности в книге эпизод за эпизодом изложены трагические события, связанные с убийством царской семьи и сокрытием их останков, говорится в сообщении. И все бы ничего, ну просто решили к концу сентября вот опубликовать. Но знаете, как называется книга? Преступление века. То есть страшнейшее в 20 веке преступление, совершенное на нашей земле, по мнению составителей сборника, в погонах – это расстрел Романовых. А не, например, Ленский расстрел, не Кровавое воскресенье, не Хатынь и не Блокада Ленинграда. Свадьба перестает быть томной, вам не кажется? А если посмотреть на перечень государственных чиновников, в том числе военных, которых за последние 10 лет вот эта тетенька посвятила в дворяне, кавалеры и кавалерши, кстати, им по закону запрещено принимать подобные награды и уж тем более цеплять на грудь выше государственных, то, честное слово, становится уже не до шуток. Как-то многовато стало вокруг Белогвардейского, вы не находите? Ей-богу, дело не в цвете флага. Дело в том, что под этим флагом творится. Уж слишком много совпадений, собьешься, перечисляя. От государственной пропаганды Солженицынщины, двуглавых орлов Мединского, до царских ходов и преображенского полка в Кремле. Ну согласитесь, согласитесь же, рота почетного караула НКВД СССР, созданная в 44-м, вряд ли могла представить, что в 2013-м ее высочайше переименуют в честь подразделения генерала Кутепова и иммигрантской террористической организации РОВС, которую чекисты разгромили в ходе операции «Трест». Высшая бюрократия Российской Федерации в массовом порядке стала получать ордена от Марии Владимировны с 2001 года. Директор канцелярии ее императорского высочества Александр Закатов затруднился назвать точную цифру. Сказал, что кавалеров около двух тысяч, и это очень мало. Если верить официальному сайту Российского императорского дома, первым таким кавалером из числа высокопоставленных российских чиновников стал генерал-полковник Валерий Манилов. Вместе с Маниловым кавалерами высшей степени сей Романовской регалии стали представители цвета тогдашней армии. Начальник генштаба Квашнин, его первый заместитель Балуевский, начальник ГРУ Валентин Корабельников, командующий войсками СКВО Трошев, начальник его штаба Булгаков, губернатор Московской области Громов. Конечно, во дворянство повалили не одни лишь армейцы. Указы Марии Владимировны пестрят фамилиями высоких чинов из ФСБ, ФСО, Главного управления специальных программ президента. Но самое пикантное награждение состоялось 12 мая 2009 года, когда Мария Владимировна вручила грамоту и возложила знаки Ордена Святой Анны Первой степени на главу администрации президента России Сергея Нарышкина. И действие это состоялось в Кремле в здании администрации президента России. Нарышкин, Степашин, Казак, новый хабаровский губернатор Дегтярев, а еще целый клуб олигархов, начиная с Потанина, у которого, кстати, венциносный жених успел поработать советником. Бывший президент Нарникеля Клишас, теперь сенатор, автор множества запретительных инициатив, тоже не остался без царской награды. Так что тут вообще происходит, православные? Нет ли тут, вообще говоря, покушения на основы конституционного строя, который у нас пока что республика, а не монархия вроде бы? Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон у посла медальон. Ты на что намекаешь? Я тебя спрашиваю, ты на что царская морда намекаешь? Это я все к чему. Есть, есть в питерском балагане, метко названном сетевыми комментаторами цыганской свадьбой, что-то отчетливо украинское. Да-да, украинское. Я, например, сразу вспомнил кадры из фильма, который мы с Владимиром Валентиновичем Меньшовым снимали о тамошних делах. И тамошней элите. Может ли Георгий Романов быть, может быть, даже его будущий наследник, быть сильным царем России? А почему бы и нет? Знаете, я была бы только рада. Мне это так приятно, если был бы у нас царь. Вообще атмосфера. Как-то мы окунулись в прошлое столице. Настолько, мне кажется, спокойные лица, красивые девушки. И вы в том числе очень красивые. Спасибо вам тоже. Было бы здорово, если были бы традиции возвращения. Монархические традиции, да, поймите? Да, почему бы и нет. Какой президент? Тогда царь. Новым царем России, как считать? Он может стать? Президентский царь, большая разница. Почему бы и нет? Это монархия для России, это очень хорошо. Наше мнение, что в России должен быть сильным правителем. А Георгий Романов может быть таким? Георгий Романов? Не исключено. Пожалуйста, мы все. Тщательно. Ну как мама может быть? Хочет. Ну что, не похоже, что ли? По-моему, похоже. Как похоже и остальное. Декоммунизация у них и у нас. Антисоветщина у них и у нас. Раболепие перед Западом у них и у нас. У них Шухевич и Бандера, у нас Краснов и Власов. Надо ставить памятники Колчаку, Краснову. Свой вклад и свои идеи с трагедией также были у Власова, Геббельса и Гитлера. И что, теперь мы должны забыть о них? Разумеется, самый главный вопрос, приходящий в голову. Зачем еще этот банкет? Кто оплачивать будет? Ну да, кто платит? Даже для смертельного врага Ютуба, православного олигарха Малафеева, дороговато. Впрочем, его карманное телевидение, первый русский канал «Царьград» спешит пояснить. Георгий Романов, дескать, не безработный. Может, может себе позволить. Великий князь окончил Оксфордский университет с дипломом юриста в сфере экономики. Работал в Европарламенте, был помощником вице-президента Еврокомиссии и комиссара по транспорту и энергетике. Потом перешел в Департамент атомной энергетики. В 2008 году заступил на пост советника гендиректора Норникеля. С 2017 года большую часть времени Цесаревич проводит в России, занимаясь благотворительностью. Так, в 2019 году он принял звание председателя управляющего совета Всероссийского благотворительного фонда продовольствия «Русь», оказывающая помощь продуктами питания социально незащищенным соотечественникам по всей России. Попытка «Царьграда» отмыть венчавшуюся в Петербурге семейку от связи с гитлеровскими коллаборационистами выглядит не так удачно. Да, дед нынешнего цесаревича Франц Вильгельм Прусский был немцем и воевал в вермахте. Да, в самом Георгии Михайловиче уже трудно найти каплю русской крови. Но ведь и в русских императорах после дочери Петра Великого императрицы Елизаветы Петровны доля русской крови была исчезающе мала. В последнем русском государе-страстотерпце ее было менее 1%, но от этого он не перестал быть русским, ибо это свойство не кровное, но духовное. Все дело в отношении к отечеству, его истории и вере. Мы с бабушкой, дедушкой, великий князь Владимир Кириллевич, великий княгиня Леониды Георгиевны, меня всегда воспитали как русский душевный человек, православный, и мне рассказывали всегда про историю нашей страны. Всегда император Сизгон-Дом старался помочь и поддержать. Если меня попросят помочь нашим отечеству, хотим, либо словом, не обязательно, я всегда буду готов помочь всеми наиментироваться. То есть существует факт точной идеологической поддержки фашистского режима, ну так скажем, нацистов, правильно? Да, конечно, при условии, что он относится к той семье, которая была репрессивна советской России, конечно, было бы странно ожидать поддержки сталинского режима. Конечно, печально, что ему пришлось жить в это время и находиться на службе, участвовать во Второй мировой войне в составе вермахта, но времена, как говорится, не выбирают, и во всяком случае его сына и его внук за это никакой ответственности не несут. Внук за деда, конечно, не отвечает, но внук, по крайней мере, по-английски, по-русски немного стесняется, видимо, в инстаграме, что есть сил, нахваливает деда. Деда, призвавшего к походу на Москву вместе с Гитлером в 41-м году, деда, организовывшего богослужения в концлагерях, деда, бежавшего от советского правосудия, так и написано, к испанским фашистам, к Франко. Может быть, поэтому специальный гость церемонии в Исаакиевском соборе правнук диктатора Луис Альфонсо Бурбон, икона современных испанских фашистов и глава фонда Франциско Франко. Так что, мы будем продолжать преследование Романовых за то, что они еще существуют, за то, что Георгий решил вдруг жениться. Нормальное человеческое желание реализовать, право свое в конце концов. Вы продолжаете дело большевиков. Не царская у тебя физиономия. Чего-чего? Ну-ну-ну, попрошу. С кем говоришь, холоп? Да, они седьмая вода на киселе. Да, не говорят по-русски. Да, не живут в России. Да, их родственники служили Гитлеру и убивали ваших родственников. Но ведь люди-то хорошие. В целом. Посмотрите, какие очаровашки. Молодые хотят показать всему миру возрождающуюся Россию. Вот вы ругаетесь на каком языке? А, мы мало ругаемся, но тоже. Итальянский, наверное. Испанский. Испанский тоже. Ну да. К тому же нынешние Романовы не стремятся, пока не стремятся руководить страной. То есть вам. И народ еще не созрел, говорят, чтобы попросить их об этом. Но это сегодня не созрел. А завтра, кто знает, может и созреете. Неужели вы действительно хотите вернуть корону одному из этих двух дегенератов? Созрели же сербы покаяться перед династией Карагеоргиевича из-за собственных коммунистов и позвать своих государей обратно на престол из Лондона. Правда, ценой заплаченной за декоммунизацию и историческое примирение там стали пять жутких кровавейших войн, приватизация, разруха и в результате фактическая оккупация войсками ненавистного НАТО. Мы вроде всеми силами старались избежать такого сценария и даже избежали. Или наоборот. Вот это образец как раз такого большевистской пропаганды, которым разъединяли народ. Если такие люди придут к власти, как Костя, это будет что-то страшное. Вот они будут резать и они будут расстреливать. Понимаете? Не дай бог. Как Константин Семин? Да, как Константин Семин. Ну а чтобы мечтающие резать и расстреливать коммунисты не получили нового шанса, теперешние хозяева жизни принимают упредительные меры, как на этой неделе. Аресты, задержания. Месье, это вам. Кто написал записку? Господин, который сидит вот за тем столиком. Я вот, например, только что с удивлением узнал от анонимных доброжелателей, спасибо им, что охранным отделением в отношении вашего покорного слуги запущено дело об оперативной разработке. Как правило, это прелюдия к делу уголовному. А некие патриотически настроенные сотрудники государева сыска даже посоветовали мне беречь зрение и не забывать глазные капли. Береги руку, Сеня, береги. Надя расстроится. Что делать? Такова саляви, как говорят у них. Ну как тут не вспомнить что-нибудь из истории? Знаете ли, я ведь пошел в жандарм это по убеждению в сохранении культуры, порядка. Ни в одной стране люди так не нуждаются в сдерживании, в обуздании, как в нашей. Но не в наших интересах. Раздражать молодежь. Да и вообще, человек интеллигентный дорог нам. Как верный сын своего отечества не могу не внять этим увещеванием. Скрывать мне, господа офицеры, от вас нечего. Все на виду. Хотя и должен сообщить их сиятельствам, что на здоровье пока не жалуюсь совсем запрещенного. Не употребляю. За руль вроде держусь крепко. Да и зрение меня до сих пор вроде бы пока не подводило. Что ж касается умения отвечать за раздражающие их высокоблагородие слова, то и богу перед нами есть множество достойных людей, в разное время объявлявшихся врагами самодержавия и врагами отечества. В такой кампании, в случае чего оказаться не стыдно. И все же, раз дело принимает столь серьезный оборот, покуда не восстановлено в родном отечестве наказание плетьми и выжигание клейма на лбу за оскорбление величества, проведем небольшой эксперимент. Уже с предстоящего понедельника канал наш, вы увидите это, постарается загладить и искупить совершенные по-холопскому недомыслию ошибки. Искренне рассчитываем на вашу поддержку и понимание. Как же вы допустили невеликознить? Встань, Федор. Я тебя не виню. Это была агитация и пропаганда. Скоро увидимся. Мир вашему дому.